Пока одна часть молодежи осматривала экспозиции Сочинского художественного музея, другая проявляла активность. В рамках летней оздоровительной программы в городе работает 120 подобных площадок, где можно заниматься спортивными играми. В субботу многие из ребят решили собраться в центре города. Мероприятие проводится при поддержке управления молодежной политики, отдела молодежи, центрального района молодежного парламента. Но само мероприятие полностью организовано самой молодежью. То есть мы просто поддержали их инициативу. То есть ребята выступили с инициативой собрать лучшие таланты со всех площадок в одном месте и провести вот такое фестивое. Молодежный коллектив под названием «Анана Гунда» – сборный. Музыканты из Казахстана и Омска теперь выступают перед сочинцами. Мы собрались, чтобы играть поп-музыку, поп-смешанный с фанком, с роком, что-то такое. Не похоже на остальные группы. Песни и музыку пишет Константин Шапошников, наш лидер и автор-исполнитель песен. Я являюсь барабанщиком и идейным вдохновителем. Группа помогала собираться публике. Но главный помощник в работе с молодежью сегодня все же интернет. Есть в ВКонтакте страница Яна Фонаря. Через нее проводим агитацию людей, группа созданная, рекламу по городу, листовки, флайера. Пришли и те, кто умеет не только культурно провести время, но и творчески поработать. Ольга Федоренко из Адлера занимается в студии «Фея Арт», готова и других научить рукоделию. Даже блокноты, которые без труда можно купить в канцелярии, она делает сама из бумаги, ткани и кружева. Чтобы частичка наших рук, нашей души осталась у них. Под разные цвета. Никогда вы не найдете такое в магазине. Это мастера души, это мастера вдохновения. Это живой предмет. Ребята из разных районов города еще раз хотели показать. Талантами Россия и конкретно наш прибрежный город богаты. Главное, чтобы было кому поддержать их инициативы. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.